Приветствуем всех любящих Бога и Его Слово. Мы продолжаем с вами 20 главу книги Деяния апостолов. Сегодня читаем с 13 по 25 стихи. Добро пожаловать! Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреевы. И это подкаст «Библия. Читаем вместе». Еще раз напомним, эти подкасты выходят благодаря друзьям и партнерам, которые на протяжении всего этого времени участвуют вместе с нами в распространении этих посланий. Аминь! Хорошо, и перед началом, как обычно, давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за служение Твоего Духа. Мы благодарим Тебя, Святой Дух, и мы открываем себя для того, чтобы принимать от Тебя наставление в разумлении, проливая Твой свет, поговори Ты с нами посреди нашего чтения и размышления над Твоим Словом. Аминь! Аминь! Итак, с 13 стиха. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Метелину». «И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Тригалии, в следующий день прибыли в Мелит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме». Из Мелита же, послав в Ефес, он призвал пресвитера в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божье». Остановимся здесь. И меня в этих стихах снова привлекли вот эти особенные детали, указывающие на то, чем руководствовался Павел в своем построении маршрута. Помните, в прошлом выпуске, в этой же главе, в третьем стихе, мы с вами читали, что Павел хотел отправиться в Сирию, но затем пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. И мы там отметили, что водительство Святым Духом осуществлялось как-то непосредственно через хотения и размышления, поднимающиеся внутри самого Павла. И в этот раз мы также встречаем здесь такие же детали. Вот здесь уже в 13 стихе мы видим, что Лука указывает на какое-то странное решение, которое принимает Павел. Смотрите, он садит свою команду на корабль и говорит им «плывите в Аз». Сейчас они находятся в Трааде. А Павел говорит «теперь плывите в Аз». Кстати, если вы посмотрите на карте, эти два городка находятся достаточно недалеко друг от друга. Так вот, свою команду он отправляет, чтобы они плыли на корабле туда. А сам идет в этот же город пешком. И на первый взгляд выглядит как-то странно. Зачем? Почему? Чем Павел сейчас руководствуется? Ведь логически, вот если головой подумать, то это же наоборот сейчас выгодно, чтобы ты после служения отдохнул, вот сядь на корабль, ляжь там спокойно. Он тебя доставит из пункта А в пункт Б. Ну хорошо, не хочешь кораблем? Хочешь идти пешком? Зачем отправлять от себя людей? Если вдруг что-то случится по дороге, они же смогут тебя защитить. Зачем лишать себя таких возможностей? Это же нелогично. Но вот чем больше я смотрю на Павла, тем больше я понимаю, что он не столько руководствуется аналитической логикой своего ума, сколько он следует за какими-то внутренними побуждениями, которые приходят к нему от Святого Духа. Вы скажете, ну здесь мы вообще не встречаем даже этого термина. И Дух Святой что-то сказал ему. Да, вроде бы мы не видим, что и пришел Господь и сказал, или Дух Святой сказал Павлу, иди эстрады вас пешком. Да, этого не было. Но как раз на этом примере мы и можем увидеть, что водительство Святым Духом, оно не совершается как-то помпезно, громогласно, с неба, в приказном тоне. Нет. Мы с вами видим, что прежде всего водительство Святым Духом происходит изнутри самого рожденного свыше человека. И в каком виде происходит это водительство? В данном случае мы видим в виде мыслей и побуждений, поднимающихся внутри Павла. Вы скажете, ну внутри меня куча всяких мыслей и побуждений может быть. Иногда мне даже стыдно от таких мыслей и побуждений, которые внутри меня поднимаются. А этому мы как раз и должны научиться, научиться различать мысли и побуждения, приходящие к нам от Духа Святого, и мысли и побуждения, приходящие к нам из плоти, от дьявола. Потому что многие из нас, имея вот это представление о водительстве Святого Духа или о слышании голоса Божьего, настолько сфокусированы на каком-то мистическом, осязаемом, звучащем голосе, который будет им подсказывать что-то или руководить их, что они годами ждут, ждут какого-то водительства и так ничего дождаться не могут. В то время, когда, как только вы родились свыше, внутри вас Святой Дух тут же начал говорить, учить, наставлять и вести вас. И вопрос не в том, как нам слышать Бога. Или вопрос не в том, почему я не слышу Бога. Больше стоит задаваться вопросом, как мне научиться различать мысли и побуждения, приходящие внутрь меня от плоти, или же мысли и побуждения, приходящие ко мне от Духа. Так вот, возвращаясь на примере Павла, вот даже в этом 16 стихе, «Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему Васи, потому что он поспешал, если можно в день Пятидесятницы, быть в Иерусалиме». Посмотрите, вроде бы мы не видим громогласного повеления Святого Духа. Мы видим, что Павлу рассудилось миновать Ефес. А вы помните, что в Ефесе он два года совершал служение. Там огромная библейская школа, которую он организовал. Там множество учеников. А сейчас внутри него поднимается какое-то осознание, мне не нужно идти прямо в Ефес, мне нужно пройти мимо Ефеса. Но при этом мне нужно позвать из Ефеса пресвитеров, которые там находятся и служат этим людям. Откуда к Павлу приходит понимание, куда ему идти, а куда не идти? Кому ему служить, а кому не служить? Потому что здесь же сейчас в этой истории перед нами решение Павла. Мне не надо идти в Ефес, потому что мне нужно послужить лидерам, пресвитерам, которые сейчас придут вот сюда в Мелит, и которым мне нужно передать именно вот какое-то целенаправленное послание. А если я напрямую приду в Ефес, меня окружат тысячи людей, которые хотели бы со мной встретиться и послушать мои проповеди. И я приду туда и буду служить, учить, наставлять, вразумлять. И да, я напроповедуюсь там, я смогу передавать там разные послания, но при этом я не исполню то желание Святого Духа, которое у него есть, чтобы послужить именно вот этим людям, вот этим посланием. И когда затем Павел собирает всех этих людей, то мы видим, что он сообщает им о понимании какой-то воли Бога о нем, чтобы ему идти в Иерусалим. И вот ныне я по влечению Духа Святого иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Святой Дух по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Вы посмотрите, что происходит внутри Павла. Просто соедините вот эти составные. Смотрите, внутри него есть влечение. Написано, влечение Святого Духа. Влечение к чему? Иди в Иерусалим. Итак, Дух Святой влечет его в Иерусалим. Детали он не знает. Я не знаю, что там со мной встретится, но влечение от Святого Духа у меня есть. Но второй пункт, смотрите, вместе с этим у меня также есть свидетельство Святого Духа, что впереди меня ждут узы и скорби. Меня схватят, я буду пленен. То есть у него уже есть какое-то понимание того, что ожидает его впереди в Иерусалиме. Он уже понимает и сообщает, вы больше не увидите лица моего. Это последняя моя встреча с вами. И почему-то я думаю, что вот это отделение Павла в 13 стихе, когда он отправляет команду ехать кораблем, а сам решает идти пешком из одного города в другой, я думаю, что вот здесь Павлу нужно было вот это некое уединение, где он сам должен был остаться наедине с Господом. Или идти этот путь, чтобы вообще ни на кого не отвлекаться, потому что ему нужно было понять, что сейчас происходит внутри него. Потому что здесь уже, когда он приходит в Мелит, он уже говорит о решении, которое он принял. Да, меня влечет в Иерусалим. Да, я знаю, что там меня ждут узы. И все эти знания и побуждения пришли ко мне от Духа Святого. Но посмотрите, Святой Дух озвучивает ему вариант, но право выбора, принять решение, ты пойдешь этим путем, ты согласишься с этим, или ты будешь искать возможности избежать этого. Я предоставляю тебе. И вот Павлу нужно было уединиться где-то для того, чтобы принять вот это решение, которое он озвучивает в 24 стихе. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа. Он уже принял решение. Я согласен идти вот этим путем. И вот к какому тезису это меня приводит. Святой Дух может открывать нам и куда идти, и каким путем идти, и когда туда идти, к кому идти, и детали того послания, которое нужно донести этим людям. Все это Святой Дух будет открывать нам, когда мы ищем этих деталей. Но также, смотрите, когда Святой Дух дает нам определенные мысли и побуждения, то все равно, озвучивая нам свое мнение, он никогда не будет его навязывать, никогда не будет нас насиловать, а будет предоставлять нам право выбора, каким путем пойти. И соединяя то, о чем я говорил выше, смотрите, принять вот это решение где-то на ходу, в попыхах, вы не можете. Нам крайне важно для этого уединяться с Господом. Потому что ответы на такие вопросы, вот так, как Павел встал перед вот этим выбором. И что мне выбрать? Уклониться от Иерусалима? Да, я знаю, там опасность, поэтому я буду обходить эту опасность. Или мне идти внутрь туда? Что мне выбрать? Какой правильный ответ на этот вопрос? На такие вопросы вы не найдете записанные ответы в Библии. Такие ответы мы с вами можем получать только через наше личное общение с Господом. А как оно возможно? Оно возможно, когда мы с вами практикуем наше личное тихое время с Господом. В уединении, в отделении от суеты, от других людей, где есть только вы и Господь. Я верю, что это крайне важно для каждого из нас. Аминь. А теперь давайте вернемся к девятнадцатому стиху. И вот эта фраза по злоумышлениям иудеев, она привлекла к себе мое внимание. Что такое злоумышление? Это умышлять или задумывать зло. А как такое вообще произошло? Можно ли быть человеком завета и при этом умышлять зло? Получается, что да. И вокруг этого я как раз и продолжила размышлять. Как так получилось? Из-за чего? Почему? И главный вопрос, как мне, которое сегодня в завете с Богом, как мне избежать подобного в моей жизни? Так вот, чтобы в этом разобраться, Господь вначале повел меня именно, скажем так, к самому определению, что такое злоумышление. Это зло, которое вначале появляется где? В мыслях человека. То есть буквально пришла какая-то мысль, и эта мысль зла. И человек, вместо того, чтобы не испровергнуть ее, он открывает ей двери, он ее принимает, он начинает с ней разговаривать, то есть вести диалог. Затем начинается сотрудничество. Человек предлагает этой мысли занять место, например, в его воображении. А давай мы представим, а каково это? А давай эмоции подключим, заходи вот и сюда. И все больше и больше эта мысль начинает захватывать этого человека. И постепенно эта нечистая мысль, напомню, потому что зло не может быть чистым, эта нечистая мысль в итоге начинает руководить этим человеком, приводя его к соответствующим уже делам, поступкам. И вот тут вопрос, а мог ли быть другой сценарий? Неужели всякая злая или нечистая мысль, которая приходит в разум человека, имеет право превращать этого человека в злоумышленника? И я понимаю, что нет. Потому что у каждого из нас, друзья, если мы будем честными, так или иначе, рано или поздно появлялись те самые злые мысли. Точно так же, как мы увидели на Павле, Святой Дух дает свои побуждения и мысли, а принять решение, соединиться с этим, должен был лично Павел. Точно так же и в отношении мыслей дьявола, побуждений, которые он может давать. Может ли это приходить в жизнь человека? Ответ – да. Какое решение человек примет – соединиться с этим, согласиться идти этим путем – это уже решение самого человека. Именно, это выбор и решение каждого из нас индивидуально. Как однажды сказал Кеннет Хейген, что мысли подобны птицам. Да, птицы летают над нашей головой. Но ведь это не значит, что мы позволяем им ввить гнездо у нас на голове. Это разные вещи. То, что в мой разум сейчас прилетела какая-то нечистая злая мысль, это же еще не значит, что она делает меня злоумышленником. Нет, друзья. Злоумышленником человек становится только после того, как он вначале принимает эту мысль. Он начинает с ней вести диалог, он идет во взаимодействие с ней. То есть, другими словами, он начинает позволять этой мысли главенствовать. То есть, эта мысль, нечистая злая мысль, она начинает брать верх. Она начинает руководить им. А вопрос весь в том, что вместо диалога с подобными мыслями человеку нужно научиться их не спровергать. Давайте откроем с вами 2 Коринфянам 10 главу и прочитаем там 4 и 5 стихи. Посмотрите, что тот же апостол Павел пишет здесь. Он говорит о том, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем что? Замыслы. И всякое что? Превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем что? Всякое помышление в послушании Христу. Вот то, что нам нужно научиться делать со всякой злой и нечистой мыслью. Это пленять ее в послушание Христу. То есть буквально оказывать на нее давление, сопротивляться ей, применять власть в отношении ее, не позволять ей руководить, не вести с ней диалог, а говорить ей нет. Теперь, следующий вопрос. А что же такое зло? Если просто, то это все то, что не есть добро от Бога. В Иоанна 10.10 Иисус сказал, что вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы дать жизнь и дать с избытком. Зло – это все то, что не исходит от любви. Если мы с вами вспомним первое послание Павла к Коринфянам, 13 главу, всем известную, как гимн любви. И вот как раз в пятом стихе там написано «Любовь, она не мыслит зла». Посмотрите, когда мы говорим о злоумышленнике, то это человек, который не думает мыслями или категориями любви Божьей. Мне так понравилось это определение. Любовь, она не мыслит зла. Когда я выбираю думать так, как думает мой Бог, который есть любовь, значит, я буду выбирать мысли любви. А такие мысли, они никогда не будут приводить меня ко злу. И получается, мы приходим к следующему. А кто же сейчас думает через меня? Или точнее, кому я позволяю думать через меня? То есть сейчас эта любовь думает во мне или что-то другое? Думаю ли я сейчас об этом человеке, так, как думает Бог, который есть любовь? Или я как-то думаю по-другому? Что я сейчас умышляю, замышляю в отношении какого-либо человека? Я думаю и замышляю, как бы проявить любовь Бога к нему или что-либо другое? А может, я просто хочу его вывести, так скажем, на чистую воду или воздать ему по заслугам? И тут, кстати, очень хорошо уточнить, что если бы нам всем Бог воздавал по заслугам или по справедливости, то где бы мы сегодня с вами были? В отношении себя я понимаю, мне нужна милость. Господи, я хочу только милости. Я больше не хочу справедливости. Я хочу милости. И когда я это понимаю в отношении себя, что именно милость Бог явил ко мне во Христе, то я понимаю, что это желание Отца, чтобы я делала то же самое в отношении других людей. Вот почему мне и важно говорить другим людям о Христе, потому что это и есть явление Его любви, Его милости и Его благости к этому человеку. Значит, именно так Бог и хочет, чтобы я относилась к окружающим меня людям, чтобы я замысливала именно то, а как я могу проявить милость сейчас к этому человеку, любовь Бога, Его прощение. Как тот же Павел в Римлянам 2 главе сказал, что благость Божья ведет к покаянию. Как я могу помочь человеку обратиться к Богу? Это буквально замысливать, проявить к Нему благость Божью, милость Божью, любовь Божью, не упрекая, не осуждая, не пытаясь доказать Ему свою правоту, вывести Его на чистую воду или сделать все как по справедливости. Как правило, это больше приводит к конфликтам и непониманию, разрушению взаимоотношений. И поэтому мы приходим с вами к тому, что все это начинается с наших мыслей, которым мы позволяем главенствовать в нашем разуме и в нашем сердце. Никакая мысль, будь то от Бога, будь то от дьявола, сама по себе никогда не может главенствовать в нашем разуме или в нашем сердце сама по себе, потому что она не имеет такой власти, друзья. Даже мысли от Бога не могут автоматически главенствовать в нашем разуме. Знаете почему? Потому что Бог никогда не поступает вероломно. Он дал нам власть выбирать. Послушайте, выбор – это власть. Мы с вами призваны выбирать волю Божью. И это всегда происходит в первую очередь между мной и Богом в моей личной тайной комнате, чтобы мне не быть злоумышленником, мне важно бодрствовать в отношении того, что происходит на арене моих мыслей, с какими мыслями я веду диалог и каким мыслям я позволяю руководить мною. И еще мне понравилась мысль о том, что зло – это все то, что не есть воля Божья для человека. И тут я вспомнила Адама и Еву в Едемском саду. Ведь казалось бы, ну что тут такого, чтобы скушать плод именно с этого дерева? Но это же не убийство. Но знаете что? Они приступили Слово Бога, и это было уже зло. И в этом я увидела, что именно Слово Бога помогает нам наводить порядок в нашем сердце, в наших мыслях, чтобы мы помышляли только о том, что чисто, что любезно, что только добродетели похвала. Конкретные рекомендации Слова Божьего, о чем нам думать, которые записаны опять-таки тем же апостолом Павлом, но только уже в послании к филиппийцам 4 главе. И он там делает акцент на помышлениях во Христе Иисусе. Вот он выбор и решение, которому приводит нас сегодня Бог. Чтобы нам не быть злоумышленниками, нам важно содержать наши помышления во Христе Иисусе. Или по-другому в любви Божьей, или по-другому только в том, что есть воля Божья, которая благая, которая угодная и которая совершенная. И когда именно вот эти мысли главенствуют в моем сердце, тогда я никогда не буду злоумышленником, который будет идти против Христа, против помазания или против воли Божьей на этой земле. Аминь. Аминь. Слава Господу. Вот то, на что Господь обратил наше внимание, а что в этих стихах привлекло к себе вас. С радостью почитаем обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими. Господь, мы благодарим Тебя за это время. И глядя на примеры Иисуса, глядя на примеры служения апостола Павла, мы осознаем свою нужду в том, чтобы возрастать в совершенном доверии Тебе и Твоему водительству. Помоги нам различать Твои мысли и Твои побуждения внутри нас, поднимающиеся. соглашаться с Твоей волей и отвергать волю врага во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске «Услышимся». И напоминаем, вы уже приняли силу для того, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли. Редактор субтитров А.Семкин